5 мая во Дворце спорта Олимпийский торжественно открылась театрально-выставочная программа «Наша победа – наша гордость». Это проект, приуроченный к 70-летию празднования победы в Великой Отечественной войне. В гостях на первом сеансе побывали рязанский губернатор Олег Ковалев, вице-губернатор Сергей Филимонов, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, глава муниципального образования города Андрей Кашаев и, конечно же, ветераны войны и труженики тыла. Я рад приветствовать вас на открытии выставки «Наша победа – наша гордость». Символично, что в числе первых посетителей и ветераны Великой Отечественной войны и молодежи. Сегодня, как никогда, важно, чтобы молодые люди в полной мере понимали историческое значение победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Знали о немеркнущем подвиге наших отцов и дедов, о мужестве, героизме и несгибаемой воле, несгибаемой силе духа тех, кто боролся с врагом на передовой, работал, не жалея сил в тылу, отдавая все для фронта, все для победы. На площадке перед дворцом для приглашенных работала солдатская кухня и выставка военной техники. А гости праздника посадили сиреневую аллею в рамках всероссийской акции «Сирень победы». А в фойе Ледового дворца развернулась выставка художников, посвященная Дню Победы. Молодые активисты раздавали георгиевские ленточки, а также записывали видеопоздравления для ветеранов-фронтовиков. Глава региона в рамках осмотра выставки МНР зарегистрировался для участия в акции «Парад победителей». С фотографией своего отца, герой войны, он также примет участие в шествии во время парада 9 мая. Здесь же в фойе состоялась презентация пятого тома книги «Солдаты победы». Экземпляр получил в подарок и Олег Ковалев. Рядом с нами живые свидетели, участники тех славных событий, наши ветераны. У вас училось наше послевоенное поколение по-настоящему любить свою Родину. Не жалея сил работать на благо народа, принимать решения, направленные на улучшение жизни нашей стране и нести за них ответственность. С вас берут пример и наши дети, и внуки. И мы сделаем все, чтобы эта живая связь времен никогда не прерывалась. В открытии выставки приняли участие, конечно же, и ветераны Великой Отечественной войны. «Я вижу подрастающее поколение, которое на равных с нами будет жить и творить, как и мы в своем детстве, которое и в юности, которое было воспитано Николаем Островским, как закалялась сталь, Фурману, Чапаеву и так далее. Для гостей была организована первая официальная экскурсия по интерактивной выставке на Ледовой арене, состоящей из 16 залов. А актеры студенческого театра «Переход» показывали сценки из жизни, посвященные памятным датам 1941-1945 годов. Это и городской парк 22 июня в 4 часа утра, отправка на фронт красноармейцев в вагоне, оборона Брестской крепости и битва за Москву, за Сталинград. В общем, правдиво показаны образы героев войны. Выставка в Ледовом дворце будет работать до 8 мая.